ну-ка давайте посмотрим так что-то тащу да есть хорошая рыба должна быть давит хорошо вообще всем привет рыбалка сегодня на жарится жарится я уже поставил уже даже сработка есть даже я видел как загибает желез там походил щука сидит сейчас посмотрим удастся ли ее взять надеюсь хорошая рыба богорик похудела я в машине оставил представляете паук на жерлице сидит вот сидит прям на жерлице он живой его передвигается то есть насекомое как-то в минусовую температуру тоже активный получается до этого смотрел джерлице нагибала сейчас что-то стоит такая без движения должна быть рыба там никуда не должна была деться вот тянет потянула меня на себя такая не особо крупная такая вот около килограмма где-то 1 есть карась еще живой так у нее прям в глотке крючок вот такая вот первая ребята разги размером где-то под килограмм такая вот увидите у нее жабры сильно повредились уже от крючка поэтому забираю нормально такой размер и так можно забирать в принципе нормально жарил класс так здесь и живцом чё натворил там так живец живой еще в принципе может чё плавить тогда пока может он везучий может еще попадется так живец живой еще в принципе может чё плавить тогда пока флаг кстати вылетел при сработке и улетел сюда я подхожу флаг лежит сейчас надо закопать это же лиц подморозила снежок к счастью есть все пойдемте проверим другие железы посмотрим что там есть так приехал подписчик тоже посмотрев видео захотел тоже здесь половить вот у него сразу сработки есть я посмотрим зацеп куда-то не пары только да должна быть рыбы должна а вот она нормально все и там еще у него одна сработка есть сейчас еще 2 пойдем право сработку все поздравляю все первое первая рыба на желез а вот он заглотил на я сейчас обход желез сделал посмотрел проверял там жицы чтобы не уснувшие были поклёвы пока не было что-то тишина такая после той щуки вот которые я поймал и после точки у подписчика которую как который подписчик поймал прошло там несколько часов не было ни одной сработки я дайду ему проверю очень смотрите сейчас что у меня случается я уже вторую жерлицу вот вытаскиваю у меня короче вот такая вот ерунда я поднимаю и там короче в лунке куча мусора какого-то вот погрызаны какие-то листья вон какая-то трава вон и леска обрезана просто тупо обрезана такое ощущение как будто кто-то просто ножницами отрезал еще не могу понять что за фигня такое ощущение как будто там то ли выдра то ли андатра какое-то животное и лунка такая вон этот видите примятая внутри как будто здесь кто-то кто-то здесь лежал что ли я не знаю очень кто-то мои жалецы грязи ладно вы там одна жалецы я думаю ладно там ничего страшного а здесь уже вторая так такое же дело просто тупо отрезанная леска чё за ерунда если вы с таким сталкивались напишите в комментариях там очень интересно что это за животное может быть так делать ну и главное то что она как бы жалецу то не выталкивает жалец вот как стоял так стоит сверху не могу понять что такое мистика какая-то так прошло где-то часа полтора наверно где-то два может даже сработок не было вот первая сработка как видите есть сработала же лица непонятно смотрим надо стопора до смотрим рыбы там нет перчатки сниму чтобы в руках чувствовать леску получше так мы что посмотрим зубастые там нет сит нет рыбы нету рыбы нет представляете даже вроде живца нет живет смотрите весь раздербаненный вон она начи с ним сделала и смоталась не попалась на этот раз вот да уж досталось ему растрепала всю голову так ладно сейчас переставлю пусть еще поставить может вернется бывает такое то что когда щука не активно она или мелкая просто живцом побалуется там потрепает его помучит или до 100 про там дотянет на стопор нарвется смотается так крючок может плохой крючок мне не нравится поменяю оси но вы поставили вчера как раз заехал в рыболовный магазин купил крючки новые номер там не написан я просто по размеру знаю какие двойнички мне надо а по поводу номера ничего не сказать не могу ставим крючок пока вот сюда вот воткну фольга изолон грузил взял позит не грузила закончились у меня бобер все съел вот такие вот новые крючки двойнички такие более менее острые они не фирменные даже названия какие-то подпольные может там выбора не было потом какой-нибудь другой магазин заеду более купить здесь плавают вот скорость к насадим от этого покрупнее который посажу покрупнее чтобы отсечь эту щуку если она мелкая например чтобы крупнее пришла пусть мелко не приходит ну-ка дружок пока не шевелись сейчас я тебя насажу потом будешь танцевать перед чукой такой аккуратненький двойничок как раз вот все до 100 просмотра на живец растрепанный явно это признат того что щука была знаете захочет вернется еще все это заряжено сейчас пойду другие еще посмотрю жалится может чудес работа есть но не видно больше нету пока не вижу флаг может это без флага сработало надо будет снежком накрыть подморозил кстати температура потихоньку понижается но погло сговорю что будет температуру понижаться там с утра теплее был где-то минус 4 сейчас уже смотрю там в машине уже минус 8 показывает и погода проясняется как бы такие вот просветы есть видимо ясная муж погода будет если подморозить сильнее еще все ладно пойду сейчас другие проверить неподалеку от того места где я рыбачу если вот такие вот заросли и сидят какие-то птицы вот не особо видно но это не вороны это как будто какие-то тетерева что ли вот не особо хорошо видно видите как-то у них хвост какой-то длинноватый и там их немало сидит вот несколько птиц прям два-три десятка где-то вот сидят они на березах что-то вроде пощупать почки что ли кушает вот здесь еще их много смотрите очень интересно ну не видел такого чтобы вот эта птица в таком количестве была сконцентрирована в одном месте вот сидят оперение чистят очень интересно вот видите они там пару десятков нам точно есть так есть работка с работала все-таки жилица спустя некоторое время посмотрим рыба там нет смотрим непонятно до стопор нет да да 100 просмотра посмотрим рыба возможно здесь сидит так что-то пока не чувствуется нет рыбы нету это короче поход дел опять или андатра или выдра что-то здесь делала видите здесь опять трава какая-то лежит опять короче это проделки этой выдры я уж обрадовался думал сработкой не тут то было так ладно переставлю посмотрим может что-нибудь еще раз если это щука была конечно ну подозрение есть на то что это выдра или андатра шалит опять дергает уже лица и сматывается подморозила все холоднее и холоднее становится сейчас уже градусов минус 10 нам и ветер поднялся так все хорошо накрылся он не замерзал пойду другие жалец посмотрю может еще где-то что-то есть пока не вижу флагов на может из поближе подойдут вижу чем-нибудь так сработала еще одна жерлица сразу не увидел сработала сработала посмотрим смотрим до стопора да может здесь щука есть все-таки может попадется какая-то хорошая зубы ветер все сильнее и сильнее ну-ка давайте посмотрим так что-то тащу да есть о хорошая рыба должна быть давит хорошо вообще хорошо да есть хорошая зубастая да а вот это рыбина вообще отлично я не знаю килограмм два с половиной наверно скорее всего я сразу взвешу и супер ребята попала все-таки на карася взял карась уже все а нет живой еще представляете выжил пусть такого монстра да я думаю килограмм два с половиной наверно есть хорошие так вот по нулям сейчас взвесим посмотрим сколько весь этот монстр так переключилась на на либр да как я и сказал два килограмма 385 грамм видите отличный результат хорошая зубастая вот она друзья есть попал все-таки хорошая щука 2 килограмма 385 грамм на лесах показала вообще супер так ладно сейчас надо ее освободить да уж рыбина вообще классно такая здоровая отлично вообще повезло скорее всего 5 у него в пищеводе там крючок глубоко стоит наживца я такого нормального не мелкого поставил сюда так у меня здесь это захват должен был быть и экстракт да прям в глотке ниже с а это крючок резги звезды лунки там так вот вот как да есть освободил освободил эту красавицу в отличную рыбину вообще вот она динозавр до хороший трофей вообще классная рыбина так сейчас надо перенаживить жир лицу снова заведите отлично сработало так тоже такого хорошего крася поставлю сюда на прошлых рыбалках я в этом месте на 3 килограмма щеку взяла сейчас вроде бы в этом месте да где-то рядом я поставил правильно вот сейчас 2 380 видите 2400 вышла пасе так все так же караська через жабра насаживаю кощенька будто стопор мне слишком длинный хотя длинновато как будто чуть-чуть укорочу сейчас несколько витков сделать чтобы слишком много не было лески в щуке то есть много оставить потом заведет на придется опять выбуриваться так 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, зубастая, полезай в мешок. Так, ну что, пойдут другие жилицы, посмотрю. Может, еще где-то сработка есть, а? А это надо закопать, чтобы не замерзло. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, есть сработка. Не одна, а даже три сработки сейчас. Три жилица сработало. Посмотрим. Здесь еще выдра плавает, которая мне тоже леску может дергать и голосы сработки делать. Не знаю, что с ней сделать. Может, какой-нибудь капкан на нее поставить, на эту выдру. Она не заколебала. Она несколько жилиц уже мне съела. Здесь флаг вылетел. Так, смотрим до стопора. Натяга нет пока, сейчас посмотрим. Рыба там нет. Что-то легко идет, как будто обрезано. Да, срезана леска. Это все опять выдра, похоже, делает. Это ондатра делает. Зараза такая. Вот что с ней делать? Что с ней сделаешь? Так, ладно, сейчас перевяжусь быстренько. Хорошо, что я с собой взял. Все для того, чтобы перемонтировать. Сколько можно уже. Я уже не знаю, сколько желез перевязал. Какой-нибудь супер капкан на нее надо поставить за раз. Так. Поводки такие вот обычные зеленые ставлю. Флюрокарбон не использую, потому что, ну, как-то пробовал. Мне что-то не очень понравилось. Там есть фанаты флюрокарбона. Там всякое. Прозрачный, типа он. Ну, возможно, как бы не спорю. Все, может быть, я не говорю то, что я все знаю. Но я его пробовал использовать. Мне он как бы... Я разницы не увидел. То, что лучше он клюет. Что ли, то, что на него клюет. Вернее, с ним. С его применением. Так, вот такие вот грузилы. Использую оливки скользящие. По 7 грамм примерно. До этого не сматывал. Жаль лица. Вот сейчас сматывать начала. Прогрессирует это существо, которое я не видел. Но я представляю, что это. На подводных съемках я видел. Что-то похожее на водную крысу какое-то существо. Вот оно мне жаль лица и режет. И режет там, где оно может создать, типа, гнезда, наверное, скорее всего. Да, я так думаю. Где высоко жаль лица оставлю, снегом закидываю. Поэтому я сейчас попробую сделать так, чтобы места не было под жаль лицей. Зачистить снег. Так вот, просто петлю сделал, да, вот поводок продеваю сюда. И все готово. Поводок, правда, коротковатый. Вот этот 15 см, надо сантиметров 20, хотя бы минимум. Чтобы, ну ладно, пойдет. Угол, что-то у меня куда-то пропал. И все готово. все перевязался жилица готова сейчас стопор поставлю вот буквально пару метров запаса чтобы она успела заглотить чуть но недалеко чтобы ушла вот так просто леску через кольцо проделывайся подморозила холодного то становится там некоторые мне пишут надо одеваться тепло там еще что-то надо делать когда ветер холодный когда руками голову мелкую работу делать то наверное все это поймут я попробую сейчас это выдра не могла что залазить там получается будто гнездо какое-то что ли между жилицей и водой есть место для гнезда для гнезда для этого для ее деятельности я попробую сделать так чтобы жилица прям близко-близко к воде стоял вот так вот видите зачистил чтобы она сюда не сувалась видимо там удобно комфортно и сидеть когда много пространства пусть она прям упрется в жилицу и все и обратно уходит плохое это животное и жилица посмотрю там вот знакомый рыбак идет может гильдар сейчас он придет может тоже что-то он поймал все спросим так пойдемте следующий жилицу посмотрим там сработка или там опять это выдорчит натворил там так здесь что надеюсь хоть здесь рыбы есть непонятно там какой-то натяг такой есть прям струной прям натянута железь посмотрим прям такая струна за цепь что ли она так очень круто в зацепе да на зацеп похоже куда-то зацепилась зараза куда не пойму так куда-то зацепилась зараза куда не пойму так в те кусты видимо увела да здесь вот видите ивняк вот это в нем сидит уходил туда леска уходит хотя она может здесь период назад ходить так это непонятно ладно оставлю может увидеть сейчас пока пусть стоит иногда бывает то что выводит сейчас пойду еще одну сработку посмотрю потом вернусь не буду выгуливать да нет я видел решил здесь проверить сначала вот знакомый рыбак пришел сейчас просим у него чином есть чем у тебя чё как дела ветер холодный да здесь зацеп сейчас выборю ту проверю потом выбориваться будем короче у меня я пришел три сработки но этот сейчас три сработки было проверил одну короче этот сгрызла этот то ли андатра то ли выдра короче обрезает желез и уже не первый раз у я уже штук пять так обрезала короче сейчас пойду другую сработку проверю там так вот еще одна сработка есть сейчас проверим что здесь у нас может здесь повезет это там две неудачно пока а здесь что-то стопор наверху почему-то может даже рыбы нету скорее всего что-то до стопора не смотана или она еще не смотала как будто шевелилась непонятно что сработка страны до стопора не смотан живец на месте просто какая-то сработка страны просто дергай все вес маленький стоит он сам не смог так дернули так вот такие пока дела так ладно пойдемте тут тогда выбориваю чуку которая зацепилась может ее получится выборить хотя там такой коряжник еще там леска но четвертый у меня стоит самая тонкая на всех живица потом сюда вернусь может второй раз работать пойдемте ту проверим сходил за шуруповертом сейчас сегодня день какой-то холостые поклевки какие-то непонятные выдорожить живет эти мои жерлицы не пойму не пойму чего происходит испытание какое-то мне посидан устроил бог море испытание на на выносливость на устойчивость психологическую какой-то так ладно не первый раз сейчас попытаюсь выборить эту щуку если повезет может получится я обычно живая никогда не забыл что-то сегодня забыл веришься не какой-то интересный день значит может какой-то рекордный трофей попадется так бурится вот в эту сторону куда леска уходит отрезка уходит в эту сторону я туда буду бурить буду протаскивать леску каждый сантиметр 20-30 буду делать лунку посмотрим попробую протащить посмотрим неужели неправильно пробурился сейчас попытаюсь еще несколько раз подцепитесь не получится то рядом пробурюсь как будто щука дает в кручение сейчас в руке я держу натянутую леску рыба есть рыба есть ребята чувствуется когда я прям куда-то зацеплена просто сейчас попробую чуть-чуть угол поменять потому что неправильно пробурил видимо прям бурю и выходит изо льда эти ветки рублены и увы и вникает так вот сейчас поймал да поймал сразу же видите углу поменял сразу поймал леска с такой чем кого-то вниз уже сразу уходит по 1 живуте сейчас буду смотреть да прям ровно вниз уходит куда-то вниз зацеплена получается рыба что ли так вроде леску зацепил да перецепил здесь представлять значит не вниз уходит значит бог здесь она куда уходит здесь она вот еще в сторону идет значит еще надо борется когда поворачивает вот так она почему-то все отлично боремся значит дальше сюда вот в сторону какие-то коряшки торчат возможно здесь вот видите так вот вроде сразу же подцепил богорик выправили кстати по поводу богорика вот такой богори который мягкий который гнется как проволоку эту работу с ним намного удобнее с этим богорика выполнять хочу к где-то рядом прям чувствую как она на леску тянет а вот перец пил перец и пила лес куда щука чувствуется все сильнее и сильнее по мере приближения такая вот еще раз зацепил так здесь уже коряга что ли какая-то леску зацепил но не могу вытащить из того что видимо коряк засыпал из леской чищу лунку чтобы рассмотреть да вот она коряга вижу корягу корягу сломал так коряку я поломала дальше уходит еще леска еще еще дальше идет точно видимо куда-то сюда уходит вот в эту коряжку вот в этот кустик зацеплен скорее всего можно можно будет увидеть щуку сейчас и здесь застанем где-то ох чувствую как давит чувствую как дянет тянет щука так увидеть бы ее интересно получится нет по мере приближения все сильнее и сильнее чувствуется все чувствительнее становится потяжки так она вижу ветку который может быть причиной зацепа так придется сейчас руку намочить чтобы эту ветку зацепить по горе просто я ломаю эту ветку и все что надо лесками потерять умудриться поход делал на этот да ветку намотан леска натянулся а вот и щука сразу же представляете вот она есть как я удачно вообще как я удачно попал ребята вообще как так и у него какая-то рана смотрите кто-то ее покоцал такая щука хорошая вот она как была натянута на этот на корягу сейчас сразу цеплю и покажу вам так бы я бы потянул бы порвал бы наверно скорее всего видите здесь вот палка выборил все такие сейчас оцеплю и посмотрите какие-то у него раны интересные есть такие как будто ее кто-то нападал мне может это андатра или выдра это может быть другая щука это неплохая вес весит неплохо скорее всего это два за два килограмма так крючок вижу вот вот она ребята есть зуба сразу захват ее захват закину вот такой вот экземпляр вышел смотрите у него какие-то раны есть на спине вот видите какая-то здесь вот рано здесь вот еще какая-то рано и видно похоже очень на как будто следы зубов смотрите и следы огромных зубов вот прям отсюда зубы начинаются челюсти отсюда заканчивается видите вот вот и вот вообще так какая-то крупная схватывал вот она сама вот весь сейчас здесь им где-то около двух килограммов даже больше наверно а ее кто схватывал интересно какой монстр да уж здесь по ходу дела обитают крокодилы конкретные вот два килограмма 100 грамм захват есть 50 грамм два килограмма 50 грамм получается и на захват 2 килограмма 50 грамм ребята отличный результат все таки я победил выборил я не поленился сходил за шовоповертом не поленился не стал тянуть и рвать сейчас все покажу куда она была зацеплена за какую корягу вот такая вот коряга смотрите за эту корягу ведь видите нам вот она вот сюда вот я ее вытащил вместе с этой корягой вот-вот-вот здесь она прям намоталась в этот корень и овый и прямо на узел какой-то здесь сделала видите даже не могу сразу цепить поводок вот она крутилась на нем вот сейчас отцепилась почему такой вот корень и вы всему виной сама ветка так ладно я справился сейчас переставлю это железо и будем снова ждать то есть но я надеюсь там такой способ выбуривания кому-то поможет тот с таким сталкивается так ладно давайте переставлю что вот есть сработка сработала железо как видите и вот снегом закопала и флаг из прям из-под снега торчит посмотрим рыба здесь нет сейчас хочу посмотреть до 100 просмотра меня да да стопор смотрим снега капец навалил мне нет рыбы нету это же лицо уже второй раз так делать так вот то что рыбы нет все посмотрим просто там живец вообще на месте нет вот живец на месте не знают живой нет пока цены чуть и живется живой видимо какая-то некрупная щука просто просто хватает несколько метров проплывает и выплевывает если бы хорошего щука была бы крупная просто бы этот попалась бан какой-то шнурок видимо балусь наш и смотрана вот до стопора вот так вот пока получается щуки щуки умнее рыбака получается он пусть еще постоит может сейчас работает бывает щука там со второго с третьего раза попадается на на лунке пойдем другую сработку ждать так что третья попытка здесь счет до 100 просмотра вроде посмотрим на это раз попалась нет или тоже холостая 4 дни шерец и жерец не гнет ничего она сразу в зацепе сразу же в зацеп ушла елки-палки сейчас выбориваться надо будет уж так в том направлении сейчас буду бурить ну что друзья рубрика выбуривание щуки опять начинается так вот где-то в этом направлении от леска уходит сейчас будем бурить сюда на прям так натянута прям очень жестко прям даже поднять чуть не могу он немножко числа вину дам чтобы леску не обрезать при выбуривание сейчас надо будет поработать еще дождь какой-то пошел со снегом вместе так почем буримся вот по этому направлению посмотрим куда это зубастая так что леску не перехватываю значит неправильно пробурил что направлению провести сюда же уходит попробую сейчас немножко направление поменять вот сюда вот 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 не туда не сюда так ладно сейчас попробую поближе пробурится что ж такое-то могу поймать леску почему что-то непонятно вроде бы направление туда идет а этот лески нету странно как а вот перехватил сейчас сейчас перехватил так вот здесь тоже сразу перехватил пошло дело сейчас у меня стопор там этот вижу как смотана вокруг вокруг тростника там намотана в такой пучок смотанный прямо попробую достать этот узел сейчас сдвинул да а я обрыв леска порвана порвана в том месте где привязывается поводок то есть вот такие вот дела до того места я дошел где щука была но она порвала короче этот леску видимо когда намотался уже не было у него амортизации она порвала так ну ладно сейчас перевяжусь заново поставлю посмотрим может что повезет может все сработает ну что друзья вот такая вот рыбалка получилось ну не особо результативная много очень холостых сработок но не холостых нереализованных такое тоже бывает раз на раз не приходится как сами видели какие-то рыбалки прям очень много реализованных а вот сегодня вот так вот получилось надеюсь было интересно всем большое спасибо за просмотр всем пока увидимся на следующей рыбалке следующем видео